Всем привет! Вашему вниманию хотел бы представить небольшой инструмент для редактирования конфигурации для автомобилей Mazda. Я его назвал как Mazda Online S-Build Editor. На самом деле он имеет чуть больше функций, чем просто Editor. Здесь есть две вкладки Editor и Requestor. Если выбрать Requestor, то мы можем запросить, например, S-Build какого-нибудь автомобиля Mazda. Причем неважно какой рынок, это Европа, Америка, Азия, Япония. Достаточно вбить номер, вин номер в данное поле и нажать кнопочку Request. Как результат мы получим такой файлик. Можем скачать в формате АБ этот файлик. Также есть возможность скачать прошивки. Вот, например, для данного вин номера в стоке был задан такой файл прошивки. То есть это IDENT этого файла прошивки. Мы его сюда вбиваем, нажимаем кнопочку Go. И у нас появляется окно с возможностью сохранить файл прошивки. Мы это делать не будем. Далее. Следующая вкладка это непосредственно сам Editor, где у нас есть возможность загрузить S-Build, либо указав вин номер. Да. Ну вот, например, какой-то из последних. Нажать кнопочку Get S-Build. Причем, как я уже сказал, вы можете задавать любые вин номера и, собственно, вся информация будет подтягиваться. Даже, по-моему, такие из Японии. Для примера можно задать простой запрос по поводу продажи Mazda, например, Mazda CX-5 и найти какой-нибудь вин. Да, то есть мы без проблем сможем также получить по нему Mazda 2019 года. Также можем запросить конфигурацию. Первое, что перед нами открывается, это вкладка Functions, где перечислены возможные функции, которые можно активировать или деактивировать на автомобиле. Далее идут непосредственно сами модули RBCM, FSC, Gen1, Gen2. Автоматически эдитор не смог распознать какого поколения FSC, поэтому он показал варианты для первого и для второго поколения. Хотя мы знаем, что это свежая машина, поэтому здесь Gen2. Приборная панель, FBC, FBCM, SSU, RCM и CCC, то есть центральная конфигурация. Давайте вкратце я вам покажу по вкладкам, что здесь можно делать. Functions я уже сказал, здесь перечислены основные функции, например, ELOOP, IDM, то есть куда перейти. То есть если я нажму сюда, меня автоматически программа перенесет на то окно, на то поле, где эта опция включается. Вот она, в данном случае выключена. Далее, если мы не хотим пользоваться этими подсказками, мы сами можем посмотреть, какие есть конфигурации, то есть какие параметры есть в конфигурации. И дальше, выбрав то или иное значение, активировать либо деактивировать опцию. То есть, к примеру, в модуле RBCM можно активировать моргание при открытии двери с ключа. Делается это вот следующим образом, то есть проморгать три раза. Значит, что у нас здесь представлено в виде строк конфигурации? С левой стороны оригинальная конфигурация, с правой стороны та измененная. Здесь идет подсветка того значения, которое было изменено. Соответственно, это значение нужно также изменить в программе FORSCAN, через который мы как раз и читаем, и записываем конфигурацию. Также здесь представлен так называемый DIT DE00, который является идентификатором, по которому диагностическое оборудование читает и записывает в модуль автомобиля данные. То есть, это непосредственно конфигурация, массив байт, без всяких обрамлений. Собственно, по каждой вкладке есть такая возможность что-то поменять и посмотреть, как это будет изменено. Предположим, здесь вот мы поменяли, мы хотим сохранить файл с расширением ABT. Есть два варианта. Если мы нажмем просто сохранить, он у нас сохранится в формате файла ABT, то есть тот, который понимает FORSCAN, с теми последними изменениями в представлении строк конфигурации, то есть где вместо 0.1.0.1 используется буква G, H и так далее. Либо можем использовать старый формат ABT файлов, который был, ну скажем, 5 лет назад. Вот, то есть нажимаем сюда и сохраняем этот файлик. Ну давайте я это сделаю на диск D. Вот, собственно, мы получили файлик RPCM. Помимо этого, есть возможность загружать файлы конфигурации, ранее сохраненные в программе FORSCAN. Вот, для этого мы просто выделяем файлы, нажимаем Open. Можем открыть один файл, можем несколько файлов и нажимаем кнопочку Upload. Они все загружаются. И также, если есть информация по конфигурации, она будет отображена. В данном случае информации не так много. Допустим, для модуля 4х4 ABS этой информации нет. Есть информация по FBCM, FSC. Здесь, как вы видите, программа автоматически определила, какого поколения это FSC и отобразила данные именно для этого модуля. IC. Причем есть возможность правки ВИН номера. Например, циферку 5 поставим. Мы сразу видим, где что меняется. Меняется контрольная сумма, определенный байт. Также есть возможность корректировки скорости в зависимости от показаний спидометра и GPS. То есть, иногда при смене резины, например, у нас меняется скорость. Это можно подкорректировать. То есть, скорость реальная и скорость, которую мы видим на спидрометре. Это можно подкорректировать. Например, если на спидрометре у нас 100, а GPS показывает 95, мы можем ввести эту корректировку и, соответственно, получить определенные изменения, которые также можем сохранить. Далее, ну, это стандартные настройки, которые вы можете также включить-выключить. Например, видите, у меня включен IDM. Включить-выключить. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать. Если у вас остались вопросы, то спрашивайте в комментариях. Буду рад ответить. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...